ВЫТЕХ ВЗЕО ВЫТЕХ ВЗЕО Ждем Вы находитесь в помещении Державном И снимать тут ничего не нужно ВЫТЕХ ВЗДАВЛЕННЯ НА МЕЙ ОКАЗУЮТЕ СВОЮ КАМЕРА ВЫ ЗНАЄТЕ ЧО? ВИ НА НАС ТИСКУ НАДАЮТЕ ТИМ, ЧО НЕ ВИРІЮТЕ ПРИТАНІЯ БУДЬ ЛАСНА, ВИРІЮТЕ 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 ПРОВОДИМ ЗІОМКИ И НАМ НИТО НЕ ЗАБЕРНЯТЬ ЦЕ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦИЯ И ГАЗЕТА «ПРАВОВИЙ ПРОСТІР» ВИВЧАЮМО, КАК ПРОВОВИЙ ПРОСТІР ВИВЧАЮМО, КАК ПРОВОВИЙ ПРОСТІР ВИВЧАЮМО, КАК ПРОВОВИЙ ПРОСТІР Якщо НЕ ОТРИМАЮТЕ, ТО БУДЕМ ПИСАТЬ 32-473 ПО-ІНШОМУ НЕМОЖЛИВО В ДЕРЖАВІ З ПРИВАТНИМИ ОРГАНАМИ ТАК ЗВАНИ ТАК ПРО-ЪИМОС-ТО СКА flies КАКОЛУЮ 69–10 СКА спокойно все цифры пожалуйста Один Один 2017 ДЕСЯ privileged ДЕСЯТЬ А ХТО есть следователь Д immunита Присоединял здесь участковый. Участковый? Давайте я посмотрю, что там. Прошите обратно. Участковый. Они же все заявы про злочин пытаются отпустить до уровня скарги. А так, зайшли, с кишени гаманец витягли. Нет, просто, видимо, ваше заявление внесено в ЕРДР на экстрим. Уже каждый раз ЕРДР. Поэтому это будет факт. Поэтому... Мы наповнюем, дійсно, мы долучаем до справы, яка уже была открыта. И слідчий был... Значит, нам нужно, чтобы витягу из ЕРДР была внесена ухвала суду. И номер статтей, по которой открыта справа. Вы кто? Я правозахисник. А ось глава корпоративной... Я правозахисник? Да. Ну, в таком вопросе у нас права мається заявник. Захисник не имеет правозахисника. Я допомагаю. Людина... Верночене, есть таймнистер до слова расследования. Я не буду розголошить его. Мені не потребует... И по поводу... Программа на государство голову за ее розголошение, как минимум. Это публичная справа. Это не приватная. Это кооперативная. Есть статья. Вы понимаете право доступа к материалу? Я материал у вас не прошу. А витяг из ЕРДР – это открыта информация. Для членов кооператива. Мы тягнем час. Випуск из ЕРДР. И, во-первых, випуск из ЕРДР – вытяг. Ложите в финальное проведение, но никак не выдаются на руки. Да вы что? Закон не указывает, что вы имеете право отримать вытяг из ЕРДР. Ну, хорошо, то есть... Вы можете потребоваться в ВИП. Я сейчас посмотрю... А, пожалуйста, посмотрите, да. Чего же мы тогда... Насколько допустимо давать? То есть, я же не знаю. Дела у вас прекрасны. Конечно, давай тогда посмотрите. Очень многие люди пытаются решить свои проблемы. В нем давление на кому-то через... Или вопрос. Да, свои. Все бывает, да. Все бывает. Ну, правильно. Все бывает, да. Все бывает, да. Отак, я же, я не знаю. По-моему, я же треба вивчати законодавство у кожного боку. Тоже, треба вивчати законодавство кожного боку. Нужно вивчати, конечно же. Да. Токи... Не діяти в рамках закона суворово. У граждан больше нет других проблем, только изучать законодательство для того, чтобы вы не порушили наши права. Давайте, мы будем работать, каждый свою справа выполняет. Сколько слов. Скажите, пожалуйста, какую норму статей, вернее, какую статей визначается, что вытяг из ГРДР мае право надавать следственный отдел? Чи зобовязанный может вытягать? Чи зобовязанный. А на представе, какого мы брали вытяг? Так. Точно, 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 дякую. А что у нас там общая ситуация в этом году? Нету. Была слава, действительно, до 17-го и 5-го были в местной ведомости. Что у вас за ситуация? Да такая же осталась. Давай, скиньшь, ага. Полиция приезжает, помогает всем, своих, всем. Сейчас мы покажем. Статя права и обовязки потерпелого. Потерпелого заявника, скаженика, це есть Криминальный и ФРК. Давайте, пожалуйста, нам сейчас витяг. У меня тут открыто 5 справ. Людині, дайте, пожалуйста. Хотите дать, дайте. Не хотите дать, не дайте. Чего будем спорить с вами? Я вас конкретно прошу. И по этой справе у нас витяг был, но теперь нам нужно в связи с изменениями, которые мы... Мы хотим, чтобы там было это. Не занимался вычастковый. Да, это что было? Да ты что? Тут руки выкручиваем. Действительно проблемы. Ты недалеко отсюда? Ну все, нет. Да, да. В той же день має бути видано. Значить, мы зараз будем писать заяву про злочин на вас, для того, чтобы вы не выполняете свои обязанности. Ну как? Ну как? Ну так... Ну мы пришли, выставили мотив. Вы получите заяву, она зашла на первую регистрацию. Сегодня у нас представлено... Почти, я помню, я хочу. На вас, я помню. Я передам сейчас свое наполнение следователю. Следователь будет вносить введомость... Это дельничок. ...изменения, если... Это дельничок. Если согласно всех обстоятельств, которые он видит, будет считать, что это законно и правильное. Ну чему будем с вами спорить? Ну вот зачем это? Ну зачем? Я сейчас вам буду рассказывать, приходил ли следователь, не приходил ли, брал ли, не брал ли. Ну хоть что-нибудь, кто-то спрашивал. В самом прямом смысле. Зараз мы прикликаем полицию. Билет охранника. Ну что это вот мы с вами начинаем? Действия проводились. Не проходили, не проводились, ничего не опрашивали. Затребовали материалы, материалы до сих пор лежат у меня на столе. И к чему эти припинания? Дайте, пожалуйста, выписку из ЕРДР. Пожалуйста. Или откажите. И все, чего мы тянем время? Или дайте, или откажите. И все. Тут же, по-моему, очень даже все ясно и понятно. Так, пойдемте. Пойдемте. Нет, пойдемте к начальнику. Сейчас мы будем вызывать. А вообще представьтесь, пожалуйста, кто вы есть. Я Плотникова Инна Миколаевна. Мы пришли к посаду Плотникова Инна Миколаевна. Вы еще меня не знаете? Нет. Не договор, а вернение. Плотникова Инна Миколаевна. Вы кто? Я голова громадской организации «Самоврядная громада». Управление громадской организации «Самоврядная громада». Присядьте. Так, часу нет. Значит, пожалуйста, покажите мне ваше посвящение, прозвище, имя и посаду. «Самоврядная громада». В данном ЕРДР вы не имеете никаких прав, имеете право заявить. Не похожите. Людина пришла, я журналіст, виконую свои обов'язки. И еще голова громадской организации, журналіст – це само собой. Я тут проживаю, в Днепровском районе. Так, слухайте, будь ласка, назовіть прозвище и посадовую особу свою. Слухай, меня зовут Минтюс Ревикторович. Покажите посвящение, будь ласка. Наследование господорской площади у Днепровского района. Господорских? Да. Так это у нас не было скриминальное площадь. Какое же господорское? Своей господорской деятельности. А, то есть в этом, понятно, понятно. Все, тогда не вопрос, да. Не вопрос. И я общаюсь с заявителем, который имеет право в этом деле. А в этом случае осуществляйте давление. Ну, хорошо. Слезцы пытаются угрожать меня. Покажіть, будь ласка, посвящені вашим. Ну, я посвящені своєю покажу, конечно. Так, треба выкликать поліцію. А кто вам угрожает? Номер 005-3684, КВП, номер 009-786. Микитюк Сергей Викторович, начальник відділу. До какого року послідчения? Я действительно просто хотим ЕРДР, но мы как-то... ЕРДР есть. Значит, начальник слідчого... Я не говорю заявителям. Послушайте, начальник слідчого відділу минулий раз без проблем надав нам державний витяг з ЕРДРу. Без проблем. Заявителю? Ну, вы довго це питання вирішуєте, коли у нас черга до начальника поліції. Ну, слушайте, я заявителям общаюсь, обещаю, что вот заявление, расписано сегодня, к которому приложено ухвало. Оно будет расписано следователем, которое несет ведомость. И, соответственно, в течение, если он несет ведомость, в течение, ну, если это, действительно, хлопотание трех дней, он не даст ответ. Вы сейчас давите на меня, пришли, включите, давайте мне сегодня. В тот же день, в тот же день, має бути отримане на официальному бланку, який есть. Послушайте, будь ласка, ну, не творите, державу, ЛНР. Вы давите мне, я вообще раз объясняю, что нет такой нормы в тот же день быть отриман. Заявник моего права. Значит, мы сейчас разберемся, когда открывается заявка про злочин на вас за невиконание службового обвинения. Я вас попередила, чтобы для вас не было никаких новин. Я сказал, что заявитель имеет права. Да, ну, я же прошу, дайте и все. Дайте или не дайте. Ну, что мы спорим, вам это не нравится или не нравится. Не даете, мы пойдем к начальникам. Даете, дайте. Ну, и все. Ну, и все. Ну, что, чего нам тут устраивать эти все граждане? Я, конечно, надеюсь, это просто в рамках закона. Ну, в рамках закона. И мы тоже в рамках закона. Мы не в рамках закона. Ну, хорошо. Согласен я. Тем не менее, мы вынуждены. Вынуждены что? Вынуждены просить вас дать нам сейчас. Выписку из ДРДР. И все. Я могу вам ответить только вашему доверению. Нет, ну, в прошлый раз мы общались. Так, 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 по такой-то степени. Нет, ну, в прошлый раз мы общались и нам точно так же отвечали. Потом дали выписку из ДРДР. Ну, задавили, наверное, да. Ну, что значит задавили? Ну, а 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 почему, в чем секретный задавитель? Выключали до годины и... Нет, выключили, в самом деле, потому что люди потом начинают угрожать кому-то. Нет, дело возбуждено. Нет, ну, так секундочку. А пока, пока... А дал кто? Подождите, подождите. Следователь заодно. Хорошо, я вам сейчас раз свою версию скажу. Дело возбуждено. Но дело возбуждено по непонятной какой-то статье. А статья... 190. Для меня это непонятная статья, какое она отношение имеет к людям, которые вламываются на территорию кооператива, избивают охранника, выворачивают, одного угрожают. Не важно это все, понимаете? Поэтому я считаю, что эта статья... Вы хотели, чтобы внести изменения? Конечно. Следователь рассмотрел, открыл. Уже времени прошло. Уже времени прошло более чем достаточно. Уже было упало суда, вот она один в один, уже была такая же. Там была написана эта статья. Вообще не открывалось никакого дела. Не хотели открывать дело. Потом убедили. Как говорите, запугали. Я думаю, извиняюсь. Как вы считаете, что вот вы говорите запугать. Как можно запугать полицейского? Вот вы меня, например, запугать, как можете? Как мы вас можем напугать? Ну что это? Как-то мы переходим в какую-то другую плоскость. Вот, поэтому... Вы знаете, что ИРД внесен по другой статье. Для того, чтобы сделать периквалификацию, следовательно, как минимум, нужно вынести постановление. Ну пускай выносят. Я что, против? Будете сидеть ждать? Да подождём. А в чём проблема? Сейчас я вас пишу на сцену. Там будет лучше постановление. Давайте. Посидим, подождём. Какой вопрос? В чём вопрос?